Тренинг это когда вы знаете что-то новенькое, а коучинг это когда узнаете старенькое, но очень вовремя. То есть знали, но забыли вам пак сказать, так чего, давай уже, действуем. Теперь рисуем то же самое, как вы выглядите. Вот ваш ресторан, все классно, замечательного повара стоит, работает здесь, вот там дымок идет, исход. И вот ваша зона, зона касания финансового с вашими клиентами. Помните точки рисовала у вас X20? Вот они точки, здесь эти разовые клиенты, здесь постоянные, постоянно теперь я не квадратиками рисую, а буква P, потому что оказывается P это пуевая буква постоянного. Вот так, вот так бывает, да? Видите, я смеюсь над собой, не оставляю вам шанса посмеяться над собой. Это нормально, третьи фишки. P, P, P это постоянные клиенты и, кстати, замка, нарисую сейчас вот эту штуку, помните, 80-20. И есть еще лояльные клиенты, постоянно те, кто хотели получить за понятные деньги понятный сервис в вашем ресторане и ушли, и вы не знаете, что с ними происходило. Постоянные клиенты, это вы как у овощника, идете, покупаете у него постоянно овощи и вы удовлетворены. И представьте, что овощник вам продал зеленый аркус. Что произойдет? Вы тут же уйдете к соседнему, потому что всегда с двух торцов дома они стоят разные. У этого стало вдруг плохо, сразу сбежали. Но представьте, что вы каждый раз, когда заходите к овощнику, у вас ребенок, например, с собой. Дети есть у вас? Угу. Ну да, вы сейчас прочувствуете те, у кого есть дети. Представьте, что овощник будет давать каждый раз яблоко вашему ребенку. Не важно, что вы купите. Картошку одну или одну луковицу, или ананасов ящик купите. Он будет давать каждый раз одно яблоко вашему ребенку. Вы ему простите зеленый арбуз? Да. Вообще, чего угодно простите. Он уже не виноват. Вы уже сами за него найдете отговорку, почему у него зеленый арбуз. Он не виноват же, он просто продавец, да? Он же не может открыть его проверить, да? А если бы этого не было, если бы не было эмоций к нему вот таких вот, вряд ли бы вы хотели его оправдать сами, да? Сказать, ах ты, не проверил, все, у тебя зеленый арбуз, у тебя красный. Больше не жди меня. Ты меня предал. Такие молоденькие. То есть эмоции, да, от детей. Эмоции появляются и у тех, кто первый раз пришел, увидел, вот это круто, обалдеть, как здорово все сделано, да? Теперь я с вами навеки. То есть вот был раз и вот, и тут же раз сразу стал военный. Или ходил 10 лет, и мы говорим, ну, наконец-то ты пришел в 10-й год, мы уже считали, когда это случится, теперь вот тебе 50-процентная скидка, аллилуйя. Или вот тебе автомобиль в подарок. Вот это круто. Так или иначе, обмен с превышением происходит и на этом, и на другом уровне. И вот они, лояльные клиенты. Лояльность это что? Это когда бизнес лоялен клиенту, а не наоборот. С этим согласны? Да. То есть здесь вы проявляете лояльность, как тот овощник с яблоком. Ну, мне кажется, такой пример прям, который для каждого подходит. И вот они, лояльные клиенты. Для моего бизнеса они всегда были звездами, поэтому я их здесь звездочкой обозначаю. Как только появляются эмоции, если вот вашему ребенку будут давать яблоко, вы своим соседям расскажете об этом? Угу. Он, оказывается, такой молодец для всех, прям вообще молодец. Потому что он, значит, много добра делает. К нему еще больше уважения прониклись. А можно рассказать кому-то с другого дома или к тому, кто к соседу ходит? Вы представляете, как здорово? Там вот так происходит. И передали им эмоции. Так работает сарафанное радио тысячи лет. Так же? И вот мы как раз появляемся вот здесь. Помните, я говорил о том, что я издалека начну чуть-чуть? Вот, спасибо, что вы брались терпения, услышали, увидели это. Мы вот тут. Вот здесь вот мы появляемся, и мы оцифровываем вот этот процесс. Как только я кому-то что-то рекомендую, представляете, я же свое имя на кон ставлю. И если меня слушает, я тут рискую репутацию, отправляя человека потратить деньги в то место. А представляете, он же меня слушает в этот момент. Если он меня не прерывает, не говорит, нет, мне не интересно, я ему еще скажу. А еще хочешь там сэкономить? По-моему, круто. Получить классный сервис, яблоко бесплатно, суперский обед, обалденный интерьер и что угодно. И плюс ко всему еще иметь возможность там экономить. Кто-нибудь откажется? Безумно, мне кажется, только откажется. Причем, мы же понимаем, что у вас высокий уровень, у вас бизнес-вайн стоит 2,5 тысячи. Это гораздо, ну, это определенная там заявка. У них действительно стоит бизнес-вайн 2,5 тысячи. Шикарно кормят. У них там система буфета сделана. Я туда с удовольствием вернусь, если я окажусь в тех краях. И я сбился. Да ладно. И вот мы, да? И вот там мы. Да, да, естественно, здесь мы. И вот, я передаю дисконт, да, вспомнил. Я передаю дисконтную карту человеку, и он с удовольствием ее получит. А что для этого нужно сделать? Скачать бесплатное приложение. А там есть еще какая-то польза от этого приложения? Конечно, можно еще в других местах получать скидку. Ну, то есть, не так уж и многое весит приложение. Сколько наше приложение занимает место на телефоне? Всего лишь 23 мегабайта. Сколько занимает Инстаграм или Фейсбук? Больше. Да, больше гораздо. Фейсбук там больше 100 мегабайт занимает. То есть, это полезная штука. И она, пускай у вас будет на телефоне. Вот вам дисконтную карту. Передам. И как только я передам дисконтную карту своему другу, между нами устанавливается связь на серии навсегда неразрывная. Почему мы это делаем? Потому что людям, если я кому-то расскажу об этом месте, и он через месяц услышит об этом месте второй раз. Он же может вспомнить, да, это же Вадим не рассказал. То есть, право за мной остается, право авторства, да, кто первый передал эту карту. Мы ничего не выдумываем. Мы не делаем никаких агрегаторов дисконтных карт. Мы говорим о том, что дисконтную или кэшбэк-карту можно получить только, когда тебе ее передает лично кто-то, человек, который рекомендует, или внутри заведения. Просто так ее взять и из рубрикатора вытащить нельзя. Сэс. Дальше. Этот человек, еще не сходив к вам, сходив, не сходив, не важно, но пока мы будем считать, что не сходив, передает эту дисконтную карту со словами кому-то другому. Мы же не передаем дисконтную карту просто как молчат. Нет ведь? Нет. То есть, мы приготовим, потому что это наши друзья, наше окружение, они хотят все понимать, что происходит. Мы говорим, там круто, хотя бы, хотя бы там круто. Это уже. Вот тебе дисконт на карту или на кэшбэк накапливай, там, ходи с удовольствием, все. Дальше этот человек пришел сюда, передал карту, и этот сюда. Я сейчас утверждаю, что вы понятия не имеете, что происходит за этой зоной в данный момент. Вы знаете клиентов, которые к вам приходят, даже если вы их как-то оцифровали, которые тратят у вас деньги, но вы понятия не имеете, кто, кому и как часто рассказывать про ваше заведение. Я прав? Да. У вас нет инструмента, потому что его не существовало до нас. И мы создали его в таком ключе. И представляете, что вы еще можете делать? Вот этот человек, он, может быть, пришел один раз, и как только он пришел, я здесь получаю подтверждение. И вот, как я вам сказал в начале, мне придет хотя бы даже 6 баллов подтверждения, потому что это мало, невесомо. Это меня, может быть, повлияет на мой выбор сейчас, куда я пойду, может быть, не повлияет, но так или иначе. Первое. Компания напомнила о себе. Это раз. Два. Я получил подтверждение о том, что я был прав. Здесь психология включается, потому что я тогда... Понимаете, мы все же хотим быть авторитетами. Мы хотим быть правыми, мы хотим быть умными, мы хотим, чтобы нашему мнению прислушивались, чтобы наша репутация была безупречной. Так? Да. И вот нам нужны для этого подтверждения. Вот, допустим, я провожу тренинг, и иногда, иногда люди подходят и говорят, слушай, я вот, вот ровно так, как ты сделал. Я получил. И я продала лицензию. Знаете, как мне было приятно? Когда вы пришли, люди просто сказали. Вот я так же сделал, я думаю, значит, я правильно говорил. Значит, это было не зря. Значит, действительно, все. То есть я получил подтверждение, и эти подтверждения гейм раздает людям о том, что они не зря порекомендовали. Значит, их мнению прислушиваются люди, значит, они ходят. Представляете, я порекомендовал, что человек пошел потратить деньги. То есть, значит, мое слово настолько весомо, что люди идут и тратят деньги, куда я им скажу. Ну, крутое подтверждение? Статус, самооценка растет. Поэтому, на самом деле, ощущения вот эти гораздо более ценны, чем сами эти 6, 20, хоть 100 баллов, которые приходят вам в виде вознаграждения. Ну, и плюс ко всему, это депозит, который растет. И в случае, если вам это важно, то вы будете тратить его и чаще ходить в это заведение. Представьте, что этот человек сходил сюда, несет какой-то опыт и передал его многим другим людям. И эти люди стали ходить в этот ресторан очень много раз. Сейчас, опять же, вы не знаете, так это или нет, вы не знаете, кто привел этого человека. А мы говорим, что даем вам функционал, который позволяет оценить окружение вот этого человека, даже если он у вас был всего лишь один раз. Я, как бизнесмен, что бы сделал в этом случае? Я смотрю в бэк-офисе, в гейм-админ, о том, каково состояние вот этого человека. У него много баллов накоплено, но одна транзакция. И я, значит, должен выяснить, откуда эти баллы взялись. И я вижу, что его окружение очень часто ко мне ходит. Что я делаю? Я с ним связываюсь и говорю, да вот, друг, давай назначай время и дату, когда ты придешь. И у тебя будет здесь накрыт столик со свечами, с огромным банкетом для тебя и твоих друзей, или для твоей жены, там, свидание хочешь устроить. Или вот тебе сертификат на поездку, например, просто на шагулак в горы. Как угодно. Я делаю так, чтобы ему было классно. Но в идеале я сделаю так, чтобы он пришел ко мне даже бесплатно, вне гейма. Вообще, просто так пришел, я просто так его накормлю. Потому что я знаю, что его окружение ценно. Я знаю, что он отличный балтун. Он здорово рекомендует, он классный агент, но да, он не особо платежеспособен. Мне не важно. Я главное знаю, что он для меня классный агент. И опять же, до этого вы никак не могли этого вычислить. Представляете, насколько ценная информация, которая вот здесь для вас появляется. Вы уже знаете, куда направлять ваши усилия. Не просто в рекламу вбухивать, а вкладывать в тех людей, которые до этого постарались. То есть сначала они вам дали, ничего не ожидая за это. И теперь вы им даете еще и подтверждение. Как вы думаете, они станут больше вас рекомендовать? Угу. Вот. Это только одна часть функционала. Дальше. Я как ритейлер гейм ценю за два мощных функционала, которые я вам сейчас расскажу. Там функционал гораздо больше, чем две функции. Одна из них вот это реферальная система. И вознаграждение за то, что вы работаете как агент. То есть ваш клиент работает и как сам клиент, и как агент. А вторая часть это отзывы. Дайте мне вашу жалобную книгу. Книгу отзывов, предложений. Окей. Мы смотрим книгу. Что мы видим? Мы видим очень много восторженных возглавов. О, круто, мы потусовались. Здорово, мы провели тут время. Напились, наелись. Свадьба классно прошла. Там порвали два баяна. Все круто. Или же жалоба. Очень плохое обслуживание. Меня нагрубили. И все. Но сколько из этих отзывов у вас полезных? С жалобой можно поработать и из этого что-то сделать. А может быть просто какие-то разовые вещи. Но есть ли какие-то пожелания в вашей жалобной книге или книгу отзывов и предложений? Предложения были ли какие-то? Нет. На самом деле вы можете абсолютно смело брать книгу отзывов и предложений, идти в банк и говорить, Давайте посмотрим. Даже если вы найдете какие-то предложения, вы найдете одно-два за несколько лет. То есть ценность там не очень велика. А представляете, я вас классно обслужил. Вот, например, с овощником. Я думаю, все на себя примерили эмоции, представили. Представляете, я овощник. И я даю вашему ребенку яблоко при вас и говорю вам. Вот тебе листочек бумаги. Что бы ты хотел, чтобы я изменил здесь к вашему следующему визиту? Вы откажете мне в просьбе написать что-нибудь? Напишите? Да. Вспоминаю, да? Вы лояльный клиент. Вы для меня суперценный. И я хочу от вас вытащить максимум полезного. А вы, так как испытываете ко мне положительные эмоции, вы не будете мне отказывать. А вы же ездите по разным сторонам, ходите по разным ресторанам. И где-то вам нравятся разные вещи. Разные фишки, разный функционал, разная еда. Вы порекомендуете мне что-нибудь? Да. Представляете, за два года, за три в вашей книге отзывы предложений ни одного предложения. Как вы думаете, если даже при этой системе один из ста арестовит вам какую-то рекомендацию, это уже будет ценно? Да. Бесплатная идея, стыренная из чужого бизнеса. Или прочитанная в интернете. Или кто-то вообще что-то придумал, что не реализовал, и вам это сообщили, взяли и сделали первое. Классно? Да. Вот вам второй функционал. Но, и он возникает в тот момент, когда вы оцениваете мое обслуживание. То есть вы уже закончили, все. Вы собираетесь уходить, я предлагаю вам поставить звездочки, или же написать что-нибудь. Но, если же вы хотите оставить, чтобы вас оценивали, представляете, как здорово, если сейчас мне официант нагрубит, и я не буду вам, то есть я не буду вас звать, я просто напишу этот отзыв, и он к вам лично попадет. И вы же понимаете, что я не буду звать администратора, чтобы нам тут разобрались, если у меня, например, волосы плавают где-то в компоте или в чае. Я просто уйду и никогда больше не вернусь. Потому что если я сейчас нажалуюсь на обслуживающий персонал, я точно знаю, кто мне плюнет в суп в следующий раз, когда я приду. Именно этого же мы боимся. Поэтому мы не ссоримся с официантами. Есть, по-моему, даже какое-то кино по поводу того, не ссорьтесь с официантами. Там же жесткое кино. Кто видел это кино, наверное, сейчас... Да-да, Жашкали тоже представляет. Как можно нести суп? Можно нести вот так вот его, а можно вот так большим пальцем вовнутрь. Тарелку к вам нести. А представляете, если вы официант подойдет и скажет, вы можете оставить какой-то отзыв, и этот отзыв получит только руководитель. У вас появится желание что-то существенное написать? А, кстати, вы пользуетесь? Нет, это функционал. Пишите полезности. Тренируйтесь, пишите. Даже если особо нечего писать, просто введите себе привычку. Делайте это, потому что вы таким образом даете хоть какую-то информацию собственнику, и он получает подтверждение, что этот функционал работает. И он уже сам, то есть он видит, что люди пользуются, и он дальше будет придумывать сам речевые скрипты для персонала, чтобы они подкладывали идею клиенту. Придумайте что-то, посоветуйте, нажалуйтесь, или оцените, как вам меню. Мы ввели новое блюдо, вы только что его попробовали. Очень важно, мы собираем вот именно по этому блюду мнение. Оставьте, пожалуйста, нравится, не нравится ли вот этот именно стейк, или вот такая вот манная каша. Нравится или нет? Можно так делать? Круто. Сможете, это вам подходит? Подходит. Дальше. Есть еще купоны. Купоны, кстати, только для пользователей гейма. То есть это никто, не сравните нас с Чиколаевом, не сравните ни с кем, потому что те системы, которые приводят людей на скидку, это те самые разовые клиенты. Они никогда не станут вашими лояльными клиентами, или постоянно, потому что этот тип людей ищет только где подешевле. Им все равно, какой у вас сервис, и все равно, какое качество. Они сейчас хотят бесплатно получить с вас, и завтра будут искать другое место, где бесплатно получить еще какой-то товар. Это такой тип людей, и на них не надо рассчитывать. Мы про этих, про самых ценных, кто делает вам больше всех денег. Интересно? Да. А теперь давайте еще и приложение посмотрим. Понимаете, да? Вот мы с вами полчаса сейчас разговаривали, я не достал из кармана приложение. Вам интересно? Да. Так продается гейм, не доставая телефон из кармана. Дальше вы уже заявляетесь экспертами, вы начинаете показывать, как передается дисконтная карта, как работает гейм-кассир, как работает бэк-офис, если это нужно. Но я предлагаю просто показывать, как передается карта, и не грузить бэк-офисом. Оставьте это на вторую встречу, потому что в этот момент информации уже очень много, и клиент уже начинает вас чуть-чуть переставать слушать, потому что ему уже нравится, и он уже представляет, как это у него работает. Если вы его начинаете вытаскивать из его идей, вы его вытаскиваете из его эмоций, которые он сам себе, то есть вот дофамин, да, у него там срабатывает ожидание от того, как будет классно. Вот. Вот мы потом просто достали гейм, показали, как мы передали эту дисконтную карту. А гейм-админ даже не открыли. Не открывали. Не показывали ни сервисистему, ни как работают купоны, ни как выглядит клиентская база, ни как происходят транзакции, вообще ничего не показали. Продано. Понимаете? Человек задал один вопрос, по-моему, или два. Уже не помню, какие. Целый час... Целый час мы так делали. Окей. Спасибо, что послушали. Нормально, заходите. Кто-нибудь так делает вообще? Нет. Харьше. Делаете? Ну расскажите, вот как... Я хотел спросить вас. Как? Вы входите непосредственно на руководителя работников заведения. Я? Я разговаривал с геймином, они не доносят информацию, что вы работаете. Смотрите, у меня есть правило. Я вообще никогда не встречаюсь с маркетологами. Никогда. Как вы думаете, он повторит? А я еще приложение достал, представляете? Ему надо и повторить, и приложение достать. И убедить собственника в этом, что это нужно. Новые технологии всегда тяжело продавать. Я за внедрение. Все продажи, которые я делаю каждую неделю, это чужие лицензии. Я просто помогаю для того, чтобы вам было проще и чтобы вы учились, потому что... Ну там... Ну надо кому-то это делать. Плюс тысяча карм. Да. Да. Смотрите, работа с возражениями это такая штука... Вы должны подчеркивать ценность своего времени. Да, вы говорите... Я знаю цену своего времени. И когда я слышу, вдруг мы приходим на встречу и выясняется, что про гейм человек ничего не знает. Ну не знаю, что мы будем говорить про гейм. Такое бывает, к сожалению. И эта встреча оказывается первой. И мы сидим, начинаем рассказывать. И вдруг человек, а, так это гейм. А что вы сразу не сказали? Я уже слышал это все. Что я делал в этом моменте? Я говорю, знаете... А я же представился уже, да? Что я такой-то, я оттуда. Я говорю, понимаете, я уже выделил свое время. И оно мне достаточно ценно. И вы выделили. Ваше время тоже имеет значение. Раз уж мы договорились встретиться, давайте попробуем еще раз. Я расскажу это так, как я это вижу. Потому что я в этом опыте. И я знаю, как это происходит. И в случае, если вы поймете, что это то же самое, вы меня прервете. Если я буду говорить какие-то новые для вас вещи, мы продолжим и уложим все выговоренное на заранее время. Согласны? Мы же уже выделили все это время. Попробуйте запрыгнуть уходящий поиск. Кто готов выходить сюда? Какое время для меня можно уложить? У меня меньше часа не получается. Ну, не получается. Я почему говорю, потому что это как бы... Когда слишком долго на троге, мы тоже как бы на доедаем. Но доедаем? Час меня только что слушали. Я знаю, когда выяснился, а тот человек, который занят, или который хочет быстро понять, ну, вообще, ну, вообще... Вы когда идете на встречу, вы должны назначать определенное время. Нам нужен час. Уделяйте час. Это стандартно. Любой встречи час проходит, не меньше. За полчаса происходит только... Какие-то, какие-то, какие-то... Согласования. Вадим, у нас вопрос. Мы все покажем, как мы передаем друг другу скидку. Потом дальше что мы делаем? Зачем вторую встречу? Или на этом уже... Вы должны подтвердить, что человеку интересно, он хочет дальше разбираться. Не устал ли он? Я часто спрашиваю, не устали ли вы. То есть, я понимаю, что информации много, и она должна уложиться. Я говорю, вам понятно? И потом в конце, да, после этого я еще тоже спрашиваю. Я же предупреждал, чтобы... Я был понятен? Все было примитивно? Да. Все было круто. Ни одного вопроса не было. Почему, кстати, это делать примитивно? Чтобы не было вопросов. Чтобы человек не пытался играть в возражения, для того, чтобы он соглашался со мной очень много раз, даже не произнося свое согласие. Я-то вижу, что он молчит. Значит, ему все понятно. И он не смотрит на часы, не достает телефон. Бывают такие сигналы, по которым я определяю, если ему кто-то звонит, он просто сбрасывает. Понимаете? Для меня это тоже сигнал, что человек сейчас ставит меня в приоритет, при том, что я ему никто вообще. Я ему пришел что-то продавать. А он сбрасывает свои рабочие звонки, для того, чтобы меня дослушать. Может быть, это деловой этикет, это круто, но... А если, например, будет перебивать, будет задавать вопросы, то же будет? Значит, он управляет беседой. Это значит, вы потеряли его фокус. Да. То есть не пытайтесь тогда отвечать на его вопросы, а попытайтесь резко вспомнить, в какой момент вы потеряли инициативу и как ее вернуть назад. Ну, если, допустим, он уже в фокусе, все, сейчас добьюсь, но я его фокус. Если он в фокусе, все, ему все нравится, он все понял, сколько времени надо для этого принимать, чтобы он принял решение? Или как? Или назначить через какое-то... Обычно им надо с кем-то посоветоваться. Ну, прям надо. То есть я понимаю, что... Да, лицензия там... Вот прям деньгами продано не было. Если сейчас появится какая-то хрюшка у человека, с которым мы встречались, вот, да, час назад, то есть он все хочет, ему нравится. Если вдруг появится кто-то, кто захочет его отговорить, он может его отговорить. Ну, окей. Мы же помним про возражение одной из самых главных, да, которое сегодня утром, у нас, Лана, был, мы обсуждали. Кто-то, кто зашел в Инстаграм самым первым, снял сливки. Факт. Интернет-торговля на них была, там, вся репутация построена. То есть это было так. Сейчас каждый платный туалет в Инстаграме есть. Свой аккаунт, да? Каждый ларет, киос, там, все подряд есть. Как вы думаете, им сложно пробиться до меня, до потенциального покупателя, до вас? Конечно, сложно. Вот. И сейчас мы находимся ровно в такой же стадии. То есть мы в начале. Если вы хотите быть первыми, хотите снять сливки с какой-то системы, решайтесь. Или будете потом догонять всех, пытаться пробиться среди кучи ресторанов, чтобы люди сделали выбор среди вас. Пока вы можете быть уникальными, потом будет сложнее. Вот и все. Кто готов продавать мне лицензию? Юра, давай, походи. Я просто живу в этом районе. Это находится внизу моего дома. То есть это мой сосед. Я очень долго хотела с ним об этом поговорить. Причем у них всегда есть народ. В любой день. У них крупосуточно. И несмотря на это, им понравилось. Да, это классно. Понимаете, я еще не рассказал вам про историю, которую, помните, как Скарлыгаш. У нее все классно, зачем нам гейм? Для удержания и для ускорения. То есть я здесь вам рассказал только базовые вещи, с чего надо начинать. Вы дальше можете померить уровень. Взять, да и вот ни с того, ни с сего. Взять и измерить уровень сервиса. Можно? Да. Гипотетически. По десятибалльной шкале оцените свой уровень сервиса. Представьте, что гейм увеличивает ваш сервис, например, с коэффициентом 1 и 2. Если сервис 0, умножаем на 1 и 2. Сколько получается? 0. Если 1, столько-то, да? А если 10 было? Раз, получается 12. Понимаете? Гейм не решает ваших проблем. Гейм помогает усилить эффект и ускорить его, и расширить географию. То есть если сарафанное радио ограничено каким-то, какими-то призмами в головах людей, то есть я не стану Юре, если он живет в этом доме, рекомендовать где-нибудь на саране заведение, потому что я знаю, что он здесь живет, здесь работает, и там вряд ли окажется. То, когда у меня есть гейм, то я ему могу передать скидку, и он эту скидку примет, потому что знает, что у него есть друг, который живет на саране, и он для него может ее принять. Таким образом, собственник и к Юре в карман залезет, и к тому человеку, и ко мне, ко всей банке. Ну, еще вопрос. Да. Магазин. Какой? Подходит для вообще. Продуктовый? Да. Конечно, подходит. Каким образом? Продуктовый магазин. Каким образом? Сейчас Юра, наверное, продажет мне продуктовый магазин. Да. Давайте. Давайте. Хорошо. Добавились. Мелкий магазин. Я имею на них крупный, он, допустим, там спальни, продажет в мелкий магазин. Их могут, наверное, вельное количество. То есть, как вам это... Хорошо. У меня маленький магазин. На первом этаже. На первом этаже. Который продает, ну, как у всех, да? Есть местечковый магазин. Продукты. Все? Разыгрываем? Да. Погнали. Вадим, здравствуйте. Привет. Меня зовут Юра. Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Хорошо, Юрий. Подержи, пожалуйста, ящик. Я тут машину разгружаю. Понимаете, я тут сам вообще одет. Давайте помогу. Да, просто. Да, вот и все. Да, держите. Спасибо. Уже не что, руки грязные. Ну, у вас чудесный магазин, хороший район. Сразу видно, к вам люди входят. Раз у вас такой ассортимент, расширение, я так думаю. Вадим, давайте я представлюсь, немножко расскажу о том продукте, который я представляю здесь. Мы оцифровали сарафанное радио. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы создали такое мобильное приложение, которое запускает процесс геймификации в бизнесе. Геймификации, то есть вовлечение ваших... Геймификации. Геймификация, в английском языке это гейм, то есть игра, которая позволяет вовлечь в игру ваших покупателей. Немного другого добрига. Давайте немножко поговорим о вашем бизнесе и я постараюсь понять сам, как у вас это работает. Ну, я приведу свои доводы, как я думаю, что у вас это работает. Магазин обычно, постоянными клиентами магазина являются те люди, которые в округе к вам постоянно заходят регулярно. Ну, да, вот этот дом, в принципе, вся прилегающая территория, все жильцы. Какой процент этих жильцов, давайте представим, что вот это ваши клиенты, вся масса ваших клиентов, их, ну, здесь у нас 100% ваших клиентов. Какая доля ваших клиентов является постоянной? Ну, я просто... Как понять, вы не можете. Есть такой закон, называется закон Паретта. То есть, закон 20 на 80. Этот закон работает... Пускай он так пишет. Да. Спасибо. Спасибо. Этот закон работает во всех видах бизнеса, в принципе, и он обозначает то, что 20% ваших клиентов создают вам 80% вашего денежного потока. Не знаю, не проверял. Ну, возможно, что это так. Возможно, где-то в сторону меняется. Но, тем не менее. А остальные 80% являются разовыми клиентами, которые создают 20% вашего товарооборота. Будем деньги обозначать. 20% вашего товарооборота и, соответственно, 20% вашего дохода. И что происходит дальше? Вот эти 20% разовых клиентов, они привлекаются к какого-то рода рекламе обыкновенной в бизнесе. Вы вообще какой-то рекламой пользуетесь? Нет, конечно. Ну, тем не менее, у вас есть выписка, такая большая, красивая, там же копа сволов. Возможно, у Марата. У Марата, у вас зовут Вадим. Я скрываюсь. Честь своего сына, наверное. Вы знали? Сотиралась. Тем не менее, и обычно, да, возможно, в будущем вы вообще как-то планируете расширяться? Как у вас ситуация сейчас? Сейчас я выплачиваю кредит за это помещение. Я тут не очень хочу расширять свои кредиты. В общем, мне бы вот это вот раскидали. Хорошо, я вас понял. Давайте посмотрим, как мы можем вам помочь в этой ситуации, да? Рефинансирование. Мы ляде представителей банка. Что происходит дальше? Те 80% ваших клиентов, которые заходят, они оставляют 20% товара оборота. Но вот с этими 20% ваших постоянных клиентов вы вообще как-нибудь работаете с ними? Мы с ними работаем. Устраиваете? А акции какие-то? Ну, если поставщик устроит какую-то акцию, то я выставлю его товар, что угодно. Фрукты, если надо будет показать, то я покажу. Там пиво, пивники приходят, выставляют свою стойку, но стоит впереди, они мне скидку какую-то делают. А если это не закончилась акция, ну, вот так. То есть какие-то товары по акциям все-таки продаете? Ну, да. А как люди об этом узнают? Приходят, видят. Только так. Ну, они же здесь живут, мы там заходим. Обыкновенно. В принципе, наверное, каждый день заходят. Да. Акции собирают. Тем не менее, наше приложение, оно позволяет работать с вот этими 20% ваших клиентов, которые приносят вам 80% вашего дохода. То есть каким образом? Давайте представим просто, что человек пришел к вам. Допустим, он ваш постоянный клиент. Готовы ли вы ему оказать какую-то скидку, поощрить его за то, что он к вам регулярно ходит? Ну, я не знаю, он накопил у вас чек довольно большой. Ну, я, когда я вижу, ко мне часто люди приходят, я им даю вот эту вот скатанную руками вот эту вот вещь, курт, курта. Я даю курт в параметре. Извините, пожалуйста, это очень ценно. Что позволяет наше приложение? Оно позволяет делиться теми эмоциями от полученного курта со всем своим окружением. Раньше, так и работает сарафанное радио. Но раньше то есть никакой предприниматель, никакой бизнес не мог отследить процесс этого сарафанного радио. На сегодняшний день наше приложение позволяет отследить, какой клиент, какого клиента к вам привел и при этом еще... А мне никто никого не приводит. Они живут в этом доме, им хочется есть. спускаются в тапочках, в халатах, в ближайшее место приходят и все. У вас, напротив, тоже вот открылся магазин недавно, я вижу. Какая масса ваших клиентов перетекла в тот магазин? Как вы думаете? Какой процент? Я почувствовал, что они там открылись, у них лимон. Наконец-то он это сделал. Сколько можно было ждать? Я уже хотел тебя отправить, Юра, давай. Надо было скорее, более надеемый. А хотели бы вернуть? Да, конечно, хотел. Ну, тогда надо что-то с этим делать, да? Я предлагаю строить налет. Давайте попробуем рассмотреть, как наша система может в этом вам помочь. Мы позволяем замотивировать ваших клиентов, привлекать свое ближайшее окружение, приводить к вам. Алло, да, сейчас, подожди, тут у меня человек пришел какую-то фигню впаривать. Извините, пожалуйста. Да, еще страшно. Вы подаете ему смыслные значения. Я, честно, зашел в тупик человека. Я тебя просто сбил специально. Вас же сбивают? Да. Я специально это сделал, чтобы тебя сбить. Возвращайся. Давайте представим, что я пока что вот эту схему оставлю здесь. Представим, вот он, наш бизнес. Ваши разовые клиенты, которых 80% с точками у нас. И постоянные клиенты, мы его им разозначали. уходим в п. Пускай будет меньше. Это от хорошего слова? От постоянных. Да. И здесь у нас, предположим, ваш конкурент. Мы его покрасим в черный цвет. На возвел. тот конкурент, который увел часть ваших клиентов к себе. А ведь они тоже были когда-то вашими постоянными. Да. Что предлагаем сделать мы? Мы предлагаем сделать ваших постоянных клиентов агентами по переманиванию клиентов с этого магазина к вам. Ведь ваши клиенты, они, наверное, встречаются там вместе на лестничных площадках, где-то там на улице вместе с детьми гуляют, с собаками. Да. Возможно. И наверняка они постоянно сарафанят. О чем-то. Ну, языки там постоянно работают. Сарафанят. Вот. Давайте попробуем дать вам какое-то преимущество, чтобы они могли привлечь своих соседей к вам обратно. Давайте. Каким образом это будет работать? Наша система... Я уже могу приложение перехватить. В принципе, или вы еще не заинтересованы. Сколько стоит? Вы уже хотите купить. Я хочу знать, сколько стоит. У меня же кредит. Вы можете получить нашу систему абсолютно бесплатно. Для пиццы давай. На первой неделе. Мелким шрифтом я знаю, что было написано в договоре. Скажи, пожалуйста, сразу, какие подводные камни. Конкретно подводные камни. Сколько я в итоге должен буду денег? 100 долларов в месяц. Подъемная сумма для вас? Не уверен. Но давайте подумаем, какие выгоды можно получить тогда. Давайте. так думаем. Как мы будем получать кредит? Сколько тратит на рекламу? Помогает. Какие выгоды? Сколько тратит на рекламу? Он сказал, не тратит на рекламу. Средний чек, когда вам покупатель? Средний чек? Можем, да, уже перечислить? Сколько в день покупателей, сколько каждый покупатель тратит? тратит на рекламу? То есть, на тратит на рекламу? Если вам будет скидку на каждого покупатель за анкету, за выгоды. Да. Средний чек. Средний чек это 2000 чек. 2000 чек. Дальше. Сколько процентов клиентов я потерял? Мы не знаем, сколько процентов. Ну, прикинь, да, ты же можешь мне дать право выбора. Вот 10% или 50%? Половина людей стало. По количеству чеков вы ощутили примерно. Потеряли 30%? В принципе, по месячной выручке. А сколько примерно чеков у вас в день? 100 чеков есть? Ну, давайте предположим, что есть. Если человек не считал, давайте мы подкинем правильный мысль. Я сейчас тебе уже начинаю. Да, все. Просто давай. Так сколько процентов клиентов? Вы потеряли. Процентов 15-20. 15%? Да, ушли к конкурентам, который открылся. А сколько клиентов в день вам приходит? 100. 100 клиентов, это включая с товара оборот 200 тысяч тенгентов. В день? Был. Или стал. Что? 100 клиентов приходит сейчас или было? Было 100, стало 80. Было 100, стало 80. Какой точный причем? Каждый день. Значит, 20% клиентов, да? Да. Сколько денег, значит, я перестал иметь в кассе? 40 тысяч. 40 тысяч. 40 тысяч. Да? Минус 40 тысяч. Из них маржинальность сколько? 20% моя маржинальность. 20%. Сколько денег в кассе я отчислили? 5 тысяч в день. Сколько дней в месяце? 30 дней. 5 тысяч умножить на 30. 150 тысяч. 150 тысяч. Сколько в долларах? 500. 500 долларов. А наша система стоит 100. 100. Еще вопросы? Нет. Все, спасибо вам. Ну ты же не можешь уже выходить в третий раз и не подать гей. Когда про конкурента заговорил, уже я стал его слушать, потому что мы знаем о том, что эти магазинчики натыканы, как деревья. Так ведь? Да. Ну, должен был... Давайте следующий. Не будем терять. Двое его. Давай. Какой у меня бизнес? Нет, а помните, у вас нету готового предпринимательства. А, да, мы что-то договаривались. Оптику вышел. Кто готовил? Оптику. Оптику? Да. Человек, который продал изящную аптеку, говорит, что надо оптику. У меня оптика. Да? Все, договорились? Где оптика? Оптика это значит и солнцезащитное, и все. Да. Оптика, где мы в центре? На окраине. На окраине, да? У меня сеть, не сеть? Одна. Одна. С маленькой кабиной, одна секунды. Одна. Как выглядит это премиальный сегмент? Еще, давайте, чтобы время сэкономить. Эконом. Эконом класс. У меня хорошо дела, это или плохо? Это не обязательство. Только на них. Ладно. Все. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Закусываю. Что притих? Водку? Водку. Работе. С утра выпил, весь день свободен. Что-то получается. Аналитик. В отличие от вас, я не употребляю спиртную. А, вы на что-то намекаете? У меня для вас классное приложение. Давайте я представлюсь. Меня зовут Патя Нумат. Компания ГИС. Мы занимаемся разработкой системы лояльности. Ко мне приходили уже из ГИСа, предлагали установить на карте точку. Хорошо. Но мы не ГИСа. Глобал интелек серии, что-то вам говорит об этом? Нет ничего. А система лояльности, это не значит такое? Ну, я слышал. И что в вашем понимании системы лояльности? Ну, это когда клиенты приходят, когда клиенты приходят ко мне чаще, чем к другим. Значит, им нравится, значит, они лояльные. То есть вы используете систему лояльности в своем бизнесе? Ну, у меня есть дискотная карта. Да. Какой процент у вас? Я даю 5% людей. Те, которые постоянно приходят, они собирают чеки на определенную сумму, и я им подаю дискотную карту. Если сумма увеличилась, я повышаю с 5% до 10%. И дальше я уже ничего не даю, потому что у меня маржинальность 15%, я больше всего позволить этого не могу. Понятно. 5%? Смотрите, в целом состояние нашего бизнеса сегодня вас устраивает. Есть какие-то, может, подобные камни, может, хотели расшириться или текучка персонала? Ну, персонал сложно удержать, потому что профессионалов мало, и они уходят туда, где больше предлагают зарплату. Но мотивации нет. Ну, мотивации не очень много, потому что у меня тут не торговый центр, соответственно, у меня меньше чеков, и я меньше могу платить зарплату. Но текучка есть. Текучка персонала есть. Где-то раз в полгода люди меняются. Вас это устраивает? Нет. Понятно. А с какими вообще еще болями вы сталкиваетесь в своем бизнесе? С болями? Да. Вы хотели бы, может быть, средний чек увеличить? Или ассортимент расширить? Или вообще вторую точку поставить? Есть же, да? Что вы предлагаете? Дело в том, что я хочу вам предложить очень интересное приложение, которое поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Классно. Есть питательный? Да, давайте. Смотрите. Сегодня есть мир рекламы, который сопутствует через интернет. Верно? Знакомы? Ну да. Пользуетесь? Да, у нас есть инстаграм. Инстаграм. Я не гидратите туда? Нет, я сам веду. Или просто сам ведете? Ну да, у меня тут время свободно, у меня выходит. У меня заходит один человек в час, в два. Свободного времени у меня много. Люди, которые работают здесь с окулистами, как мы, оттальмологами, или просто продавцами, если они не квалифицированы, то они сами ведут, фотографируют линзы. Ну и, то есть, у вас из инстаграма приходят люди? Я не знаю, приходят или нет, но так или иначе, люди нас узнают круто, лайкают, задают вопросы. Кто-то приходит, кто-то не приходит. Это же невозможно отследить, если только не спрашивать. А людям не нравится, когда к ним пристают с запросами. Мне не нравится, когда, если я приду к какое-то место, я уже принес свои деньги, я получил товар, все справедливо, если они ко мне еще пристают с каким-то расспросами, я уже перестаю туда ходить. Поэтому к своим клиентам я не пристаю со всякой ерундой. Понятно. Ну, смотрите, значит, вы понимаете, что мир интернета и мобильных приложений сегодня впереди. И это еще один способ рекламы, привлечения клиентов. Верно? Вот. Сейчас я вам хочу рассказать о мобильном приложении, которое действительно помогает вам вести бизнес, оцифровать клиентскую базу, которая попадает в вам автоматически. И также ее управлять. Вам это интересно? Интересно. Смотрите. Какой средний чек у вас? 100 долларов. 100 долларов стоит очки. Да. В деньге переведем 30 тысяч. Так, ну, ты загорел. 30 тысяч. 30 тысяч, да? 30 тысяч. Скидку вы даете 5%. Ну да, не всем только. Не всем. Ну, есть. Ну, у меня процентов 5 клиентов, наверное, имеете сколько-то. А если будет VIP клиент, вы ему можете дать 20%? Если VIP клиент, я могу и 50 дать. А давайте 20 раз умру. Если вдруг он уже давно ко мне ходит, я даже могу в ущерб себе дать ему скидку. Ну, разумно. То есть среднюю такую скидку, которая, в принципе, у вас может устроить на VIP клиент 20%? Нет, я говорю о том, что у меня там маржинальная сила 20, поэтому я могу дать скидку максимум. Максимум вам потолок. Дело в том, что эти цифры вам сейчас помогут осуществить ваш состояние. Ну, хорошо. Пускай будет так. Пускай будет 15% максимум, что я могу дать. Да. 15%? От 30 тысяч 15% это сколько? 4 с половиной тысячи. Точно? Да. 4 с половиной тысячи. То есть вы даете клиенту 4 с половиной тысячи, он вам не додал эти деньги. Верно? То есть это ваша недополученная прибыль. Ну, да. Логично? Он где-то вам не додал, пошел в другом месте потратил. Ну, я же просто поставил скидку, то есть ему же приятно, он же меня запомнил. Приятно. А вы потратили время, свой ресурс и так далее, вы сидите здесь. Но хотелось бы больше, верно? Получить денег? Да. Поэтому. А если таких людей будет 100? Значит, у меня будет оборот больше? Значит, у вас будет недополученная прибыль больше? Ну, знаете, что если я буду давать, если у меня будет очень низкая маржинальность, но огромный оборот, я все равно буду хорошо зарабатывать. И окей, я готов. То есть если вы меня со своим предложением нагоните очень много людей, здесь я сделаю шикарные скидки с минимальной наценкой, и я буду хорошо зарабатывать. Я иду по системе, вопрос у вас появляется, и возможно в ходе нашего разговора они отпадут. Хорошо? То есть не должны задавать сейчас вопросы? Пока нет. Ну а что, сразу подрежем. 100 человек, допустим, пришли и вы... И они вам не дадали по 4,5 тысячи. Получается 450 тысячи. Нареет вам. Ну, не наверно, математика не вредна, но хорошо. К чему ведете? Я просто хочу вам показать, что эта сумма могла попасть к вам в карман и не уходить из вашего бизнеса. Вам же это интересно? Естественно, интересно. Ко мне людей там мало ходят. Вы же слышали, я сказал, что у меня один человек раз в час, раз в два заходят, а покупают из них не очень много. Как вы можете повлиять на то, что... Кипит бизнес, да? У него дым идет такой. Кипит бизнес, да? Кипит. У вас вообще кипит бизнес. Раздевайтесь. Я сказал, как он мне кипит. Я только пыль стираю со своей качпортом. Вот так он мне кипит. Ну ничего, сейчас мы положение справимся. Смотрите, вот это ваш постоянный клиент. Да? У меня есть постоянный клиент. Но есть еще отдельные салоны, которые... которыми пользуются вот эти клиенты. которые еще не знают о вашем бизнесе. Верно? То есть вот это конкурирующая фирма. Конкурирующая фирма. Ну кто-то знает, кто-то нет. Да. Но есть клиент, которому нравятся ваши очки. Который, в принципе, готов делиться этими эмоциями с другими. Верно? Общается с вами. Какими эмоциями? Ну в первую очередь, ему нравится... Что у него плохое зрение, эмоции? У вас есть сверлист, есть какая-то система лояльности. Это тоже своего рода у тебя нормально, да? Эмоции. Я думаю, что это довольно... Ну, наверное, да. Как раз, когда я делаю эмоции, как вы сказали здесь у них. Я про это и говорю. Им нравится, естественно. То есть вы с ними ведете диалог. Вот. Но когда вы с ними ведете диалог, вы его мотивируете 5%. 5%. Ну, на самом деле, я его мотивирую тем, что у меня с ним хорошее отношение. То есть мы с ними общаемся, они постоянно клиенты, я уже знаю его по имени, и я им даю какую-то или хорошую упаковку, или просто даю им хорошее настроение. Потому что у меня особенно-то нечего, у меня нет сувенирки, я ничем не могу его задобрить или там сделать что-то или такое. Поэтому мы с ним просто классно общаемся, они мне иногда звонят, и я подготавливаю им линзы, если вдруг они у них заканчиваются. Части людей я просто могу уже, зная, какое у них зрение, я им готовлю замену стекол на их очки. Ну, почему-то так я лично общаюсь. То есть сервис у вас есть? Да. То есть я бы этим сервисом с удовольствием поделился. У меня, слава богу, со зрением нормальным, поэтому буду рекомендовать у кого-то. У нас есть солнечные очки, если хотите. Кстати, потом посмотрим. Смотрите, наш процесс, наш процесс, наш мобильный приложение закоммутирован так, что именно вот этих клиентов вы вознаграждаете, мотивируете, они выходят за пределы вашего бизнеса, делятся вашими эмоциями, говорят о ваших очках, о вашей скидке и, в принципе, о вас. И привык к вам клиент. И вот этот процесс весь оцифрован. Автоматически. Вы каждый день получаете готового клиента за счет системы лояльности. в цифрах это выглядит вот так. 30 тысяч. Какая же скидка? 30 тысяч. 15% скидку, да, рассматриваю? Ну да, максимально. В идеале, конечно, я бы хотел остаться в 5%. Да, если в этом случае 15% получил один человек, то здесь мы раздаем эту скидку не одному, а более, ну, раз, два, три, четырьм людям. Таким образом. Допустим, я пришел к вам, и вы мне раздали скидку в 30, я потратил 30 тысяч, 15% сделали, получается, 20... 25... 25... 25,500. 25,500, верно? Мне понравилось, я в свою очередь порекомендовал вот... Рассказывай. Носкуль. Мне и подруга, порекомендовала носкуль. Она пришла, купила такие же очки, вот, похожие, такая же система скидок произошла. И вот здесь вот мы делаем вознаграждение 5%, 3% и 2. Мне, в свою очередь, сделали вы вознаграждение 5% от... 30 тысяч. Нет, не 5. 15 же. Я вам сделал 15% в скидку, чтобы вы заплатили 25. И вы еще хотите сверху дать мне вот эти цифры? Это уже выше того, что я могу себе позволить. Стоп, стоп, стоп. Извиняюсь. Я уже испугался, да? Платить уже кому-то долго. Здесь мы ставим изначально 5%. Перезагну. Какая? Назад. В кучик. Все липать. 5 плюс 5, 10 и плюс 3, 13 и плюс 2, 15. Вот в итоге вся очка произошла, распределилась на 4 уровня. Что получается в итоге? 30 тысяч с 5% скидкой это у нас сколько? Полторы тысячи вы даете скидку, да? Как вы хотели. Я вообще не хотел давать. Вообще не хотел. У тебя это, естественно, нет. 28,500. То есть 28,500 в итоге наличные вы получаете. Но мне понравился ваш сервис, ваши очки и так далее. Я пошел и подказал Назбульт. Ну, как и происходит? Вот у меня приятно рекомендуют друг к другу. Привозят сервисы. Назбульт пришла 30 тысяч тоже что-то очки. 28,500 она оставила. Но по этой системе и реферальной по реферальной системе вознаграждения мне прилетает вознаграждение в виде 3% а именно полторы тысячи баллов. И что в итоге происходит? Я накопил эти баллы у вас но я их не могу потратить в другом месте. Я все равно приду и потрачу их у вас. То есть вы меня привязываете. Окей. Хорошо. Так же происходит во втором случае 30, 28,500 А вот вас как зовут? Салтана. Только не думали их говорить. Салтана. Назбуль порекомендовал Салтана. Получила за это вознаграждение тоже полторы тысячи баллов. Я встроил сделать подарок кому-либо в вашем салоне. И такая же система происходит на третьем уровне. Только на третьем уровне я могу рекомендовать. А эти тоже все получают? Получают. И скидку тоже получают? Да. Но они не приходят и не тратят их в один день. Но даже если за месяц они придут у меня же все равно я должен буду и скидку предоставить и накопление дать в итоге у меня сколько получится? Дело в том что вы можете баллы сделать так таким образом ведь у вас есть наверное какие-то аксессуары качкар может быть какие-то допустим спрей и так далее и можете за эти баллы отдавать именно людям эти таланты. То есть вы сами подстраиваете мне это все нужно если у меня люди приходят на мой сервис и они покупают аксессуары то есть вы правильно угадали о том что на аксессуарах я могу какую-то отдать дельту скидку побольше назад но их немного и они покупают и обслуживают какие-то семьи но хочу чтобы их естественно было больше и мне нужен трафик мне нужно чтобы клиенты сюда заходили здесь вы предлагаете дать мне большую скидку тем же самым людям которые так там не ходят я не понимаю зачем именно поэтому с вами сегодня и разговариваем чтобы у вас было больше денег отлично отлично и я пока не увидел где же у меня больше людей если человек замотивированный приводит еще одного человека и рекомендует за пределами вашего бизнеса другому человеку а он приходит по рекомендации другому уже с накопительными баллами и говорит я хочу с брейкочком и видит ваш ассортимент походу и вы ему уже делаете продажи ведь это круто согласитесь я конечно согласен что это вот и этими самыми баллами вы их просто привязываете к своему бизнесу плюс еще ко всему вы можете управлять этой самой клиентской базой потому что куш-уедомления которые в этом сервисе предоставляются абсолютно бесплатно вы можете отправлять своей клиентской базе когда у вас есть настроение или хорошее деньги или какие-то акции и скидки либо вы сделаете завоз нового товара что-то мне кажется как-то сложно сложно это очень сложно я думаю что мы тебя уже поблагодарим для того чтобы дать тебе сейчас спасибо так Володя я его специально по-русски слушал потому что Володя на самом деле классно продает лицензии и он был одним из первых людей которого я с самого начала тогда отмечал что у Володи все здорово получается он действительно классно это делает но сейчас где он меня потерял во-первых ты начал со мной спорить потерял меня это первый раз не важно какое настроение у меня сейчас какое у тебя как персонально я Володя и Вадим мы сейчас играли и мы обязаны уметь играть ты начал со мной спорить первый раз потерял меня потом когда ты спрашивал у меня про мои боли и чего-то там пытался выяснить где у меня проблемы но так и не выяснил особенно это второй раз то есть ты мне как-то начал гонять по проблемам моего бизнеса ты начал меня тушить то есть ты не дал мне возможности самому тебе выплакаться чтобы дальше вытянуть из меня а ты меня сразу потушил что я в общем не очень товарищ потом ты стал давать мне ну так ты стал меня поучать как надо мне делать бизнес еще не заинтересовав меня самой самим процессом я хоть и знаю как работает гей я пытался поймать твои мысли они у тебя разлетались в разные стороны можешь потом пересмотришь видео и я тебя терял мне приходилось дальше вспоминать что тут происходит и зачем мы тут про скидки говорим и как тут у меня появится больше клиентов если вдруг я им буду давать вот такую систему которая мне уже в минус приходит я тебе обозначил в боль что у меня клиенты нужны а ты мне рассказываешь про то как им давать скидку существующим и связка терялась я тебя сейчас спрашивал ну и зачем мне это то есть терял сам процесс ты слишком рано перешел к цифрам ты еще не продал мне сам механизм зачем мне это ты начал считать и я включил математику ты знаешь что у меня дела не очень я вначале тебе рассказал и ты тут начинаешь мне предлагать еще больше дать скидку а я еще не понял в чем прикол то есть у меня и так то 5% я даю и так дела не очень хорошо ты говоришь давай еще больше дадим скидку это позволит пригнать больше людей да ладно кому это помогло вот то есть и я посмотрю вокруг я вижу что когда люди делают распродажи это значит что совсем печально закрываются или не закрываются чуть-чуть рановато к этому надо приходить когда уже я заинтересовался и в принципе вообще вот эти вот вещи они раскладываются уже практически в момент активации когда человеку интересно получить конкурентное преимущество и про конкурентное преимущество ни слова то есть я же хотел выделиться ты мне обозначил что у меня были конкуренты но как мне среди них выделиться не очень ты зацепил меня за эмоции зацепился но не объяснил как они появляются в моем бизнесе то есть ты не смог быть экспертом в моем бизнесе и ты пришел меня учить как делать скидки примерно вот такое ощущение у меня сложилось у кого как теперь скажите было ну и вот то что скидка вы говорите опять про а навязанное 15 микроста тоже не стоит делать я просто запутываюсь цифрами это нормально это все простительно запутался он бы отшутился и нормально сказал бы слушай я вообще все ночью испанно отшутился я володю знаю он бы нашелся что сказать он просто ушел не в ту степень но начиная рассчитывать математику когда на самом деле мне надо было продавать конкурентное преимущество нет Вадим я в том случае вот допустим даже ну когда возьмем другой случай сидит и мы говорим вот он говорит я хочу ну 5 процентов то можно же найти показать то есть не уходить на 15 потому что понятие другое да абсолютно ты права я тоже я сам через это проходила напил шишку на этом когда я говорю о том что слушай давайте для простоты счета давайте посчитаем 20 процентов скидку только вы пожалуйста не пугайтесь все равно пугаются да это как ребенку сказать когда-то не бойся и он такой ок окей все больше не боюсь я там собак кого-нибудь темноты что угодно поэтому не облегчайте себе задачи если я говорю о том что у меня скидка 5 процентов играйте по моим правилам в моем мире возможно не про техническое не про техническое а про то как по ощущениям мне показалось что я помню мне мой куратор говорит когда хочешь продать лицензию идешь на встречу настраиваешься на равное общение да то есть все мы люди в этом плане а здесь было такое что он выше вас то есть мне кажется что бизнесмен сразу не захочет ему неприятно будет слушать человека который показывает всем видом что он знает больше вас умничал и умничал и вообще как бы вел себя надменно то есть навязывал свое и говорил что вы вообще отстой такое было ощущение изначально принимая обратную связь да просто такое ощущение было окей это нормально мы все так делаем мы все ошибаемся молодец какой да как тот парень недавно он тебя выходил ты подготовился да вот молодец домашний дайний давай зачетку я предупреждаю еще раз что я вредный я делаю так что мне сложно продать я вас буду мучить я буду притворяться или не очень умным или не очень я буду делать так чтобы вы не продали понятно мы это делаем умышленно чтобы да ситуация такая ну с 18 лет каждый лет работал в клинике тире аптеке напрямую знаю предпринимателей я как с позиции бывший сотрудник и сейчас вы в принципе легко вышел с собой на контактах навстречу а то есть мы с тобой знакомы да 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 я как ваш бывший сотрудник хорошо то есть речь идет о клинике нет 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 а я тебя сам уволил или ты уволен все еще держите меня на зарплате хотя я не работаю а вот так у нас да до того украина да хорошее отношение до того любовь это облегчилось я сейчас задачу правда зато подготовь вас ладно пусть скай будет так сразу говорю акцент на клинику аптека не разговариваем потому что там ну во-первых кассовый аппарат и это больше оптовая аптека идет то есть цены ниже рыночных B2B ну не знаю короче клиника какие услуги мы предоставляем лаборатория амбулаторное лечение и уже там осмотр врачей и так далее медицинский то есть прям в больнице не сказать прям в больнице потому что там только на амбулаторном лечении можно находиться то есть там процедуры всякие процедуры все такое ну и так же водитель анализы со скитой да 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 ты принес? да принес сегодня со скитой привет как дела твои? классно супер как жена ой я не жена жена уже уже третий раз ты уже не жена ну на то я обязательно привожу тренировка да ну что сказать спасибо большое что пришли ну так я к тебе пришел не знаю допустим в кафешке встретились ааа хорошо сперва хотел бы сразу рассказать то что в последнее время занимаюсь в сфере маркетинга и продвижения маркетинга бизнеса так как вы знаете я так же как вы являюсь патриотом нашей клиники в которой так в последнее продолжаю работу ааа по-моему тебя не видел ааа хотя ну что деньги доплачу надеюсь что вернешься ну я все студент в ваш пункте по договоренности так было ааа ааа так что хотел сказать то что ааа сейчас почему к вам обратился то что есть определенная очень хорошая идея ааа в которой я в дальнейшем сейчас расскажу ааа почему именно к вам пришел ааа с этой идеей то что идея революционная и очень мне нравится как программисту мне и ааа реально хотел бы вам предложить эту идею и для рассмотрения и в дальнейшем можно да то есть как вы помните у нас клиника и рядом еще вот эта открылась вторая то есть ну она так чахнет наши наши качает потом в первый год клиника работала клиника аптека потом работала ааа потом лаборатория появилась и то есть клиентура вся к нам пришла угу то есть сейчас у нас в принципе более-менее нормальная клиентура и мы работаем ааа продолжаем работать в сфере кстати ты в курсе я вторая захочу клинику открыть ну вообще шикарно я же говорил ворн расширяться надо после аптеки окей давай шо ааа так ну мне надо полную свою занятость ну то есть ты бросай все свои дела вообще я диплом получаю 20 июня я диплом уже тебе купил все нормально все без проблем ааа то есть хотел бы вкратце расписать ничего нового просто мое наблюдение о клинике и ее окружении и клиентуи давай ааа то есть есть такая вещь то есть наша клиника наши клиенты одноразовые клиенты постоянные клиенты и те которые часто задают анализ одноразовые звучит очень плохо ну я думаю что они один раз пришли ушли расставили этот пришли и не ушли ааа тонкий тонкий казахский юмор ааа наша медицина такая хааа 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 развиваешься эти умерли давай новых хааа хааа пока не получается 17 ааа так то есть как вообще идет процесс когда к нам приходит новый клиент или же постоянный клиент он приходит к нам проходит регистрацию то есть все его записывают и в дальнейшем там анализы сдает там процедуры какие-то получают и уходят и в аптеку то есть у нас аптека тоже тысяч человек в день все нормально то есть эти люди допустим постоянные клиенты которые амбулаторное лечение или же анализы часто создают в связи с нашей экологией нам флюс что хотел предложить есть оцифровка у нас в дальнейшем есть одно очень интересное приложение в котором оцифровка идет даже лучше и то есть это революционнее идет как то так ааа что делать клиенты мы их записали номер взяли и затем что происходит они просто уходят и возможно говорят кому-то рекомендуют кому-то мы об этом к сожалению не знаем о чем говорят рекомендуют нашу клинику то есть чтоб у нас клиентура была больше и так далее ну да и прибыль соответственно будет больше как в аптеке как и в клинике а что происходит наши клиники наши клиники находятся рядом со второй клиникой там нет лаборатории а есть еще одна больница но это городская больница вы сами понимаете как там происходит там идти туда футболе там принеси анализы большие очереди чем наша клиника выигрывает это скорость обмолниеносность и самое главное то что у нас есть это низкие цены то есть если в городе Англии ты знаешь что у нас дороже нет нет у нас ниже я проверял я не знаю этим же мы выигрываем вот получается так самая фишка в том что доступность цены и качество то есть качество и доступность и местоположение конечно же выигрывает и так дальнейшем что происходит клиент приходит уходит мы не знаем что происходит в этом секторе чтобы наша клиентоориентированность расширилась и то есть получилось так что у нас есть своя система которая очень хорошо качественно все проводит и если мы добавим еще плюс один то есть еще одну новую систему которая нам в дальнейшем поможет улучшить вот именно вот эту вот часть то мы получим не просто два мы просто получим 100% от того что клиентоориентированность база расширение и так далее даже в таразе будем открываться у нас в алматы имя достаточно известно будет и в таразе новые клиенты новые наши будущие клиенты уже подключаются к этой системе то есть мы уже знаем как же нам старше 1С делать 1С это же наш бухгалтерия а это как бы у нас клиентская часть на регистратуре тоже стоит да 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 и то что вот номер есть давайте я тогда сразу про все приложение как есть то есть все без проблем то есть приложение называется UDS game а вот это да 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 слышали да ты что туда вперся я партнер а ты партнер еще да 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 ты уверен что ты правильный шаг сделал давайте я вам сейчас расскажу и в дальнейшем рассмотрим уверенные родители знают конечно конечно ну да давай так а чуть-чуть а что так вот затревожило что это UDS game я потому что читал какую-то там ерунду в интернете а это билиберда то что про нас тоже же иногда пишут вы же знаете там про нас-то конкуренты пишут а здесь нам остается людей были в интернете ой блин это сколько людей столько мнений как у казахов говорят писавцах про деревья ну это у человека он меня послал куда-то все пальцы не одинаковые на одной руке в переводе ага а что смеялись видимо мне кажется он не так переводит а то есть система называется так и это уже готовое приложение под ключ как квартиры под ключ и это то же самое приложение в сфере IT у нас есть сайт как мы помним и теперь возможно в работе сфере IT с приложением United Discount System Game в переводе юная дискотная система игра игра в смысле геймификации то есть мы клиентам не предоставляем бланки заполнять там какие-то мороку предоставлять а просто как бы игра легко вы пришли зарегистрировались ушли и мы продолжаем с вами играть зарабатываете баллы и так далее как зарабатываются баллы и так далее я сейчас расскажу так как у нас есть определенная система скидок для наших постоянных клиентов это у нас было 15% мы бы могли сделать так даже что было бы если бы с помощью этого приложения которое оцифровывает и оцифровывает клиентскую базу мы давали бы 10% скидку но но сразу 10% это много я понимаю что будет если мы ее разобьем у нас было 15 стало 10 нет 15 мы давали только нашим уже хорошим лояльным клиентам а остальные новые то есть они просто приходят получают услуги и уходят а что ты предлагаешь? я предлагаю дать им скидку чтобы их удержать во-первых они все ко мне удерживаются потому что они болеют надо лечиться да как мы сказали как бизнесмен то что вкладывать деньги это нужно в лекарства и в еду потому что все болеют и всем хотят вам это понятно то что сейчас разрисуют или же чуть-чуть дать эти скидки ты в порядке не-не-не нормально я только не готов давать всем подряд скидку ага а что будет если так сначала просто я вам обрисую как в принципе это приложение работает а то что вы не готовы я бы хотел еще и рассказать про другие стороны этого приложения да давайте человек готовился давайте поможем где он меня потерял да зачем да главный ответ зачем он перешел уже к цифрам и ты не объяснил мне зачем в чем революционность то есть ты мне сейчас рассказал о том что ты сделай нечто уникальное у тебя очень классное предложение ты хочешь делать какие-то вещи и тут же перескочил на расчете дискордной системы сейчас рано давайте ему так он готовился поэтому мы дадим ему шанс потому что похоже что он сейчас пойдет в клинику там завтра завтра давай а зачем это у меня как я уже говорил то есть есть у волтери наша 1с то что мы уже заполняем клиентов но к сожалению мы не отслеживаем то как они в дальнейшем уходят и приходят ли они обратно да у нас есть база ничего не делает ну просто есть и есть да а теперь если что будет если мы внедрим новую вещь в которой есть и так тоже база плюс социальная сеть и с помощью этой социальной сети мы уже следим как идут передвижения наших клиентов в сфере того как они часто к нам приходят и как они часто рекомендуют наше заведение то есть нашу клинику окей я подсказываю да только согласны согласны будете или нет потому что на себя надо будет примерить сфера здравоохранения это всегда прям вот такая же вытрепещущая штука и здесь можно сравнить это с реклама или же отзывы людей которые прошли через это то есть как мы узнаем о том хороший врач или хорошая клиника когда кто-то сходил и выздоровел это самая сильная реклама и здесь ты должен вот на это сделать упор о том что ты же понимаешь что то что мы рекламируемся на билбордах там еще где-то это не реклама это пиар то есть мы поддерживаем осведомленность людей о нашем бренде и о том что мы вообще есть на рынке и где мы находимся с адресом но нашу репутацию мы делаем исключительно за счет выздоровающих людей которые рекомендуют наших профессиональных врачей классный сервис чистоту скорость работы заботу какие-то фишки которые у нас есть и они у нас и так есть то есть это и там есть клиника у тебя и чего ты хочешь мне теперь предложить теперь расскажу так я прав был? да то есть как я вам сейчас предлагаю две вещи то есть как еще один твит пиара то есть у нас есть наша бегущая строка какая-то наша у нас на аптеке навесная есть сайт сайт это все делается для пиара то есть реклама нашей клинии второе вещь что такое клиника и как она должна развиваться хорошее обслуживание хороший врачей то есть вызывающий клиент пациент вызывающий пациент вызывающий пациент пойдет скажет домой классно все мои анализы проверили все меня вылечили и так далее логично будет то что он на свои эмоции пойдет и расскажет всем и заинтересует наших клиентов и другие его по его рекомендации люди зарекомендуется ой заинтересуется привлечет привлечет людей в нашу клинику то есть как есть такая вещь называется обратная связь обратная связь и еще и отзывы то есть как получается человек идет говорит рассказывает про нашу клинику то что там можно получить скидку хорошие очень отличный сервис и реально быстрее и купить потешевле лекарства то есть один человек говорит допустим пяти людям вот так идет так эти пять людей реально заинтересуются и как он скажет то что представляет стоит человек приходит пришел домой рассказать вот у меня еще скидка есть там хорошо лечат там отличный сервис и можно лекарств мне кажется многие даже именно этим мы берем слушай но это так и происходит сейчас действительно может быть может вылечиваем людей они действительно от этого настолько счастливы что всем рассказывал там мне тоже люди бывают рассказывать и когда нужен был хороший узист у нас нет узи отделения и мне самому узист я спрашивал своих знакомых кто знает и вот те люди которые проходили через это они мне говорили окей вот здесь вот классный узист вот те контакт они так это делают они так делают а теперь мы еще можем это отследить то есть реально от человека пришли пять человек и мы знаем кто эти люди от кого они пришли и что с ними сделано лишь какие они услуги получили и дальнейшем если именно нацелена на на вот этого нашего одного дистрибьютора который привел нам пять человек мы говорим то что пришел об зал пришел айбек пришла гуля там еще кто-то балдил уже мог за я не знаю но и то есть мы реально видим то что от одного человека пришло столько одного человека хорошенько вылечим уже и так-то вылечим остальных пятерых и так-то грамотно им сервис поставят ну вот смотрите все оцифровано все грамотно мы видим кто пришел и как пришел а еще можно их чили пошли скидками и так далее и так далее за для удержания этих же клеток которые пришли по рекомендации удержание как раз а дальнейшем уже работа с этими клиентами то есть с нашим уже лайльный клиентом и уже после привлечения им 5 разных лент и уже работа с ними то есть мы получим как удержание а удержание так они в нашей базе мы видим какие они услуги взяли какие они услуги сделали мы им дарим бал допустим до скидка можно скидку дать можно кэшбэк то есть возврат денег как вот этих азэс газбром и так далее накопительная система то есть допустим вы пришли новый клиент по рекомендации моей пришли там сдали анализы и там процедуры какие-то прошли вам еще говорят пожалуйста получите скидку в наш первый год в первый раз вы скачаете приложение получить скидку или же накопите балл он на эмоциях мы все грамотно понравилось он заработал баллы как мы знаем медицина такая что что человек должен вернуться чтобы получить еще еще в один день одну пилюлю дашь он не станет здоров то есть в течение недели он должен пройти какой-то курс и в течение недели он будет ходить 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 и допустим четыре раза пришел и на пятый раз какой-то степени бесплатно капельницу положил но при этом вот этот же человек на эмоциях также порекоменовал еще другим и при этом идет массовое привлечение клиентов смотри ты же понимаешь что если я ему назначил 5 капельниц то он в любом случае должен будет их пройти 5 значит он в любом случае заплатит в чем мой интерес давать ему пятую капельницу бесплатно если я знаю что он все равно не за нее сто процентов заплатит как я уже говорил помните там есть такая вещь один плюс один у нас есть очень хорошая система качественную которую мы уже предоставляем то есть есть уже грамотные поставленные качественные системы а при умножении его и на полтора что получается допустим а на дворах полтора или же даже скажем на 2 2 2 больше чем 1 такая легкая математика то есть если у нас одна система наша умножаем ее как бы еще на 2 то есть прибавляем эту систему и получается две системы две системы классно зачем зачем мы писать про систему одна система плюс одна система вот эти страны надо мной издеваешься то есть уже с двойной силы с двойным энтузиазмом и с двойным качеством и в два раза больше времени тратят наши люди и очень менее а как эта система очень легкая так как я сказал скачать а теперь с января этого года эта система обновилась и теперь можно мы уже записали номера помните купил мою проблему сейчас только что я тебе увел все ты потерял смысл свой только что ловите ловите я специально делаю такие вбросы которые не относятся к теме или очень близко относится я как будто даете проблему свою но ты начинаешь оправдываться как только ты начал оправдываться я перестал тебя слушать я уже думаю когда дальше тебя грузить или думаю о том что мне уже по моему пора на следующую встречу ехать а ты когда что закончишь все дальше должно было происходить он правильно начал да там я ему задал вопрос подсказку дал про удержание наш как часто мы обращаемся готовьтесь вот и как часто ходишь или там как родители ходят как родственники как часто мы мы нуждаемся в медицинском медицинской помощи того или иного характера как часто когда только заболеет дайте говорить о том что репотребляемость люди которые часто профилактику для себя проходят мои услуги уникальны или только у меня есть в какой-то степени в этом районе даже уникальны потому что выигрывают временем и качеством не уникальны я могу получить реальный суть твою больницу рассматриваем клинику я могу эти же услуги получить в другом месте конечно почему тогда я должен тебя выбрать конечно почему тогда я должен тебя выбрать это выражу место положено по времени или в цене хорошо хорошо сарафанное радио работает каким образом его усилить а в плане качество просто едут допустим местные там аптеки клиника допустим и местные в основном местные ходят да и все как то значит я слабо верю что вот человек обращается в клинику когда едет и как о клиника точно у меня же у меня же там болит чего то там о клиника пойду полечусь то есть скорее всего у него возникает боль эту боль ему говорят какой врач полечит или он обращается в ту клинику к которой ему порекомендовали где есть там врач который первичный осмотр делает и здесь у меня уже должна быть подложена информация куда я пойду или же у меня должен быть депозит откуда-то взявшийся который нет ребят вариант со страховкой вообще убивает эту систему целиком потому что если есть страховка вот у меня есть страховка медицинская я не гражданин страны и мне пришлось покупать медицинскую страховку потому что ваша медицина на меня не распространяется я покупаю страховку и я не думаю никаких системах лояльности я прихожу показываю свою карточку страховую и все и они записывают это на счет страховой страховая оплачивает мои услуги и тут лояльности вообще ноль я просто хожу в ту клинику которая привязана к этой страховой компании и здесь гейм не сработает гейм сработает тогда вот допустим в моей клинике или в моей страховой не входят какие-то услуги которые допустим я не взял ну допустим стоматология или допустим тот же самый узист это просто видимо слишком молод и не обращать внимание кто как болеет но смотри на эти бизнес процессы не все врачи у вас есть и не все врачи у других есть которые у вас есть и даже если некоторые услуги входят в мою страховку я все равно тот же самый узист я выбираю не того узиста которые есть в клинике страховой а я выбираю того кто мастер потому что если вдруг речь идет о моем ребенке или о какой-то истории которая важна жизненно важна я не пожалею денег и сверху страховой еще отдельно буду оплачивать услуги мастера и этот мастер у меня откуда по рекомендации представляете если у вас есть мастера классные у людей еще и будет депозит у этих классных мастеров то это будет усиливать эффект царапанного ранга я по крайней мере на себя примеряя это вижу так посоветуйте кто нибудь еще человеку 5 для чего мы 4 раза он прокалывался 5 и 10 да вот так и так оплатят но есть пациенты до 100 повторных людей есть хроники то есть пациенты с диабетом они постоянно до этого не ходят пациенты с гормональной статусом каждые 3 месяца проверяют гормональной статусом для таких постоянных приятных это скидка с погодой то есть в следующий раз прежде завести анализ такой это уже будет классно и вот это уже можно поцарапанить то есть об этом можно в окружении сказать что в этой клинике я постоянно приеду ну не приеду пациент да я не против чего это выгодно согласен вы правильно сказали и здесь вот что можно подчеркнуть те люди которые редко болеют у которых со здоровьем все в порядке но иногда что-то происходит как правило в окружении этих людей разговоров о болезнях нет соответственно нет нет причин сарафанить про врача а те люди у которых или детки болеют часто или они сами не очень хорошее здоровье имеют у них тема обсуждения врачей здоровья часто и соответственно они уже где-то постоянные клиенты нам нужно будет обозначить то что слушай те клиенты которые разово пришли и сдать там им нужно анализы потому что там условия на работе требуют или вдруг там собираются запланировать ребенка и нужно пройти эту историю это разовые клиенты они просто придут на рекламу на репутацию на услуги на дизайн там еще на что-нибудь но мы то говорим о том что нам нужно сделать что-то с теми кто с нами верный клиент для того чтобы их утеплить а они то постоянно про свое здоровье говорят потому что оно у них не очень пускай говорят еще и за деньги то есть мы усилим этот разговор мне кажется что я вообще далек от медицинского учреждения но мне кажется что нужно делать ставку именно на тех кто часто болеет и у кого окружение слушает их разговоры может быть там население которое постарше или пенсионеры которые выходят постоянно по клиникам некоторые пенсионеры могут себе это позволить и нужно брать именно тех кто и так сарафалит и на них применять эту историю что думаете я думаю что им еще надо продать механизм пуш уведомлений то есть оцифровать и рассылать пушки в тот момент когда он это сделает обязательно здесь он про пушки это дополнительная история как механизм ему надо с самого начала меня заинтересовать то есть он тоже немножко бегал то есть вокруг да около но нет я просто к тому для чего мы даем скидку для того чтобы наша клиентская база впоследствии узнала о наших врачах ну имеется в виду а нас будет сарафанить как в ради скидок нет мы чаще всего сарафаним искренне для того чтобы быть экспертами или кому-то сделать добро да сарафанное радио это не подразумевает выгоду оно подразумевает когда мы делимся или эмоциями или хотим сделать добро кому-то порекомендовал там где-то быть тут надо узнать почему чем отличаются медцентры друг от друга какие из них лучше почему идут именно в этот медцентр чем в либо в тот во-первых это цены у всех медцентров цены отличаются самые дешевые идут самые дешевые во-вторых по времени не каждый результат анализ например дают сразу буквально через день а некоторые нужны срочно потому что у некоторых своя лаборатория да еще есть медцентры находятся в определенных районах находятся в районах торговых районов там где нужно часто куриографию проходить каждые полгода или каждый год там где нужно сдать мочу там еще какие-то анализы быстро это надо сдать чтобы время не потерять потому что он там торгует ему надо быстро прийти может даже зарегистрироваться заранее сказать что я приду во столько-то и уже знает цену и уже знает сколько времени на это уйдет и знает время потрачено на путь далеко это нам будет или нет это все это идет потому что там в медцентре поток большой людей поэтому надо чтобы этот поток именно к тебе ходил и надо его поток да смотрите я в самом начале когда вот сегодняшний день у нас сегодняшняя встреча началась с чего я начал с того что я разделил клиентов и я не говорил про услуги и не про что да вот про этот ресторан я сначала показал что вот есть все клиенты и обозначил что мы говорим вот только про эти ты вот этого не сделал то есть ты начал говорить о том что у нас все классно классно дальше стал перескакивать но ты не у тебя в голове своя история у меня своя ты когда мне рассказываешь поэтому нужно сразу инструкцию сделать для того кто вас слушает о том что мы сейчас будем говорить только про тех людей которые часто к вам ходят которые получают определенный эффект соответственно у них появляются эмоции кто эти люди часто болеющие или те у кого есть близкие люди которых они приводят то есть для них эта история такая эмоционально яркая чаще всего негативно но все таки ярко и эти люди и делают репутацию наша больница согласны с этим и все и от них плясать и тогда уже я буду ограничен вот этими вот постоянными клиентами и думаю да действительно это ценные люди действительно это те кто делает мою репутацию что мы с ними будем делать ну они выздоровели они про меня поговорили дальше можно говорить если клиент выздоровел и вы ему решили проблему как долго он будет о нас рассказывать ну вспомнен скорее всего когда только хорошим сообщением не о том что у нас новый врач появился или услуга а о том что у него появился депозит в нашем отделении ему будет приятно получать это сообщение да скорее всего а как вы думаете может он оказаться в эту секунду в окружении людей которым нужна медицинская помощь мы никогда этого не знаем мы почти вспомним о кстати там классно вспомнит вспомнит про стоматологию точно так же будет сработать у нас еще есть время на одного человека я не буду сейчас этого делать как обычно завершать сам потому что я начал поэтому я оставлю шанс кому-нибудь кто хочет попытаться да ну какой бизнес домашнее задание лучше домашнее задание домашнее задание было подготовлено по какой домашнее задание не было никакого домашнее задание у нас так а на курсотине меня не будут а прокурсица ага родители в школу так что выберем кто куда собирается магазин сантехники магазин сантехники классная идея а у нас есть вообще магазины сантехники? нет да у нас есть на рынке на рынке сеть магазинов сантехники есть? да ну хорошо кто-нибудь готов пойти туда продавать гейм? да полезно будет сейчас если это разберем или нет? да газовые печи это же мало отель стоматологию мы разбирали да? а можно я вложу сама туризм у меня был кстати сегодня тоже на встрече в Нурай мы ходили да в Нурай кстати может стоматологию есть в Нурай купили лицензию гейм кстати Вадим Квас уже купили у меня есть знакомая ребята просто у меня есть одна знакомая мы с ней вместе работали она очень единственная личность очень знаменитая и она открыл магазин брендовых одежд и я вот хочу к ней подойти с нашим продуктом вот у нее раскрутка очень хорошая идет через инстаграм но я вот хочу показать ей преимущество нашим геймом давай а я буду твоя подруга да ну как меня зовут а друг Вадим давай что-то там ладно хорошо Вадим я буду твоя подруга Вадим у нас в этом бизнесе так все устроено вообще у меня вопросы были холодные на контакте ну ладно хорошо так привет привет Вадим сто лет тебя не видел где ты ходишь? как твои дела? хорошо как сам ты думаешь? прекрасно замечательно недавно был у тебя день рождения поздравляю да мне уже 50 лет кошмар жизнь заканчивается ты как отлично выглядишь все хорошо спасибо Вадим а как у тебя бизнес? как магазин? я недавно видела у тебя новые акции новое поступление одежды все в порядке вот растем посекундочку смотри вот тут вот люди заходят отлично хочу уже какую-то коллекцию свою создавать потому что там все нормально классно а Вадим а как ты думаешь вот у тебя сейчас магазин очень хорошо процветает у тебя хороший клиент товар опороться все прям очень хорошо идет а как ты думал над тем чтобы удержать вот этот твой успех и повысить еще больше ну конечно я же улучшаю сервис особо ничего такого не думал просто работаем естественно люди приходят мы делаем посты люди друг другу передают информацию рекламу делаем во всем да у меня это все начинает вырастать уже в какой-то такой бренд и может быть когда-нибудь тебе дорастут и франшизы которые будут продавать по всему миру в идеале конечно хорошо я очень рада боюсь только времени у меня это будет отнимать ну кому-то там так же Вадим скажи пожалуйста вот ты уже этот бизнес идешь если я не ошибаюсь полгода и у тебя очень хорошие результаты я я слежу по твоей рентаме мне просто интересно вот у тебя есть клиентская база ты знаешь конкретное количество твоих клиентов как ты ведешь да никак не веду но те кто приходят ко мне они оставляют свои телефоны если они готовы это делать у нас есть анкета на кассе люди оставляют кто-то в фейсбуке там лайкает нас мы смотрим кто нас там лайков и сравнивая если я знаю этих людей то мы хорошо а все силы твои клиентки соглашаются заполнить анкету потому что сейчас мы в городе в Алма-Матее живем время очень мало у каждого свои дела и каждый каждый ли твой клиент заполняет анкету и полностью оттуда не все а как ты смотришь на то чтобы оцифровать всех твоих клиентов автоматически нажатием на один клик как тебе такая идея звучит заманчиво звучит заманчиво хорошо теперь смотри Вадим вообще есть закон Паретта 20% твоих постоянных клиентов делают тебе 80% товарооборота да у меня есть постоянные клиенты не измерял хорошо теперь скажи мне пожалуйста как ты работаешь со своими 20% постоянных клиентов как ты с ними контактируешь они как раз в инстаграме там мне задают вопросы у меня специальный человек который за инстаграмом занимается он отвечает им если что-то не знает меня спрашивают я отвечаю я в том числе участвую то есть мы вдвоем ведем этот инстаграм у него и у меня одинаковые хорошо а этому человеку ты сколько оплачаешь за то чтобы он следил отвечал на вопросы за свое время чтобы вы постоянно получали обратно я доплачиваю 30 тысяч тенге это один из продавцов ежемесячные 30 тысяч тенге да хорошо используем наш торговый центр рекламирует у нас есть вывеска у нас есть инстаграм фейсбук этого в принципе достаточно хорошо а сколько именно для вывески вы тратите деньги ежемесячно сколько это уходит в условия договор аренды а аренду сколько будет мне плачут 2000 долларов в месяц 2000 долларов хорошо если я правильно поняла Вадим у тебя в месяц уходит около только чисто на рекламу где-то 2100 долларов нет это же аренда нет я имею ввиду вообще расход у тебя чисто на аренду на рекламу 2100 долларов ну да где-то хорошо теперь хотел бы ты автоматически получать обратную связь от своих клиентов какие-то пожелания и чтобы они полностью обслуживали то есть давали оценку на обслуживание как вот этот процесс у вас ведется они оставляют комментарии на инстаграме или что-нибудь пишут в директ или на фейсбуке часть моих клиентов они знают мой номер мне сразу пишут в том что тут такая история что если вдруг что-то не понравится они найдут способ тут же пожаловаться хорошо помогите мне пожалуйста я это потеряла помогите любовь любовь как еще висконтные карты скинуть то что в 820 тратите инстаграм фейсбук и так далее и так далее и так далее и сколько тратите на лайн да еще раз спросила рассказала про 820 еще дальше и зачем один вопрос до конца нужно донести перескать все нельзя надо включать голову и надо эээ извините не надо сценарий не надо сценарий я рассказываю только сделаю потому что тут у меня в голове но если вдруг встреча человеку не интересно или представьте что человек вообще не понимает про 820 у меня были такие случаи ну не знает правила про это не знает я просто понятия не имею сколько у меня постоянных клиентов или разовых кто из них лояльных никак не считал может у меня половина их то есть а вы а вы продолжаете про 820 820 это у юры была ошибка такая что я ему тогда магазин возле дома я не знаю кто я не считаю их я тут ящики сам разгружаю а ты мне продолжаешь там 820 820 все ушел от цифр я сейчас сказал что я не знаю эти вот числа все они про числа забудь говори свои чужие тут же переобулся в моей тапке не в свои понятно какие мои тапки какие могут быть у меня более чего я могу хотеть подсказывать от цифровки нет дисконтной карты она сказала я звезда у меня все хорошо ко мне ходят клиенты удержать кто из этих подписчиков именно приходит в инстаграм он не может сказать что в логическом инстаграме пришел именно его к детям можно посчитать но так или иначе приходится кто-то из этой базы потому что я веду фейсбук и инстаграм да посмотреть класс в фейсбук и в инстаграме и для отхода в детстве это не это надо ей дать помо я лучше бизнес можно открыть какой-нибудь магазин отдельно чтобы расширить потому что вот этот участок не хватает для такого потока клиентов им надо расширяться или торговые точки ищут потому что у клиента может быть с разной части города и ей надо расширяться но тут две точки надо или у нее проблемы или у нее надо расширяться потому что у нее все идет хорошо у нее третеск 살아 поэтому у нее проблем нет а у нее плюс для клиентов смотрите я звезда я живу там сейчас играю роль Я звезда, соответственно, у меня определенный уровень. Скорее всего, это премиальный какой-то. Потому что у меня окружение такое же. Им интересны скидки? Да. Всем интересны скидки. Вы хотите меня перебить, пожалуйста? Да. Вот до сегодняшнего занятия, днем я смотрела кейсы, предприниматель на YouTube. Там была похожая ситуация, я говорила, женщина в отделе с кофе-нинг, я говорила, мне не нужны новые клиенты, у меня нормально. Единственное, что я хочу, это вот это персонификация. Общение с каждым клиентом. Я думаю, если у вас такая подруга, владелец в университете, я буквально была вчера в сочи, они говорят, нам не нужно скидки, нам это неинтересно, потому что у нас приходят постоянные клиенты. То есть там уровень достаточно высокий, им это неинтересно. Есть на что здесь, на что можно, наверное, идти, это я не думаю, что она так заинтересована, может быть, супер доход, это расширение сети и ваша как лобовая лошадь. Ей, наверное, интересно, чтобы ее клиенты чувствовали общение, уж уведомления, те же самые. У меня есть инстаграм, она помещает акцию, пролеснет, да идет все эта акция, вот этот пост, кто эти девушки, вот я прослеживала, у них вообще не факт. Каждый раз заходить в этот магазин и смотреть, а не пропустила ли я человека, да? То есть вот это вот живое, так называемое, да, общение с клиентом, я думаю, вот у нее это будет интересоваться. Согласен, согласен, да, ну давайте доиграем уже дальше. Так, на чем мы остановились-то? Мы про скильки, про то, что проиграть, про то, что дать чего-то моим клиентам. Сверху. Я могу себе это позволить? Да. Конкурентные преимущества у меня какие есть? Выясни, пожалуйста. Вадим, вот в торговом центре, где расположен цель-бутик, там есть же твои конкуренты, тоже разные бутыки есть, да? Да, да, есть. А что ты делаешь для того, чтобы твои клиентки ходили именно в твой бутик, не уходили в другую? Ну, чаще всего я присутствую сам, и им интересно со мной пообщаться, потому что в других просто наемные персоналы, они так обслуживают посредственно, они не знают этих людей лично, они не знают этих проблем, не могут наравне с ними поговорить, грамотность речи у них хромает, общих интересов нет. То есть, ну, они просто обслуживают. А здесь я даю ощущение того, что здесь комфортно, по-домашнему, как будто они пришли ко мне в гости. У меня хорошая мебель, они приходят посидеть, иногда ко мне приходят подруги просто поболтать, со мной кофейку попить, и что-то покупать, а что-то не покупать. Ну, здесь такой прям вот, как домашний бизнес. Хорошо, а как ты благодаришь сына, постоянно твоему клиенту, который тебе приходит? А иногда что-нибудь дарю, по мелочи, когда я что-то покупаю. Я и когда вижу, что кто-то много купил, или просто понравился мне очень сильный человек, настроение у меня шикарное, ну, я почему-то подарю какую-нибудь мелочь. А скидки какие-нибудь даришь? Иногда бывает даю, а время треника. А как ты скидки даришь своим постоянным клиентам? Я никого не считал постоянным клиентам. Скидок, как правило, таких просто. Если кому-то надо скидкнуть, тогда просят, то чаще всего мне, если меня нет рядом, то мне звонят и говорят, кто конкретно, и какую скидку хочет получить. Или же, я сам знаю о том, что этот человек часто приходит, и я ему говорю, вот если попросят, дайте ему скидку. и вообще у меня скидки в основном на то, что я уже хочу слить. То есть, на старой коллекции. А как ты понимаешь, кто кого привел и каким процентом кого вознаградить? Этот привел 10 клиентов. А хочешь, она привела тебе 10 клиентов, а эта подруга привела одного клиента, а ты им даешь одинаковые подарки. Обидеться, или куда я поеду. А хочешь, если с вас захватить? В правильную сторону, сейчас секундочку, Юра в правильную сторону уводит, всегда срабатывает на ура, вот у меня на встречах, просто делюсь, всегда на ура срабатывает такой пример, когда я говорю, представьте, что вы, представьте, что я позвал своего друга в ваш ресторан, у него скоро юбилей, он у меня спрашивает, слушай, Вадим, ты постоянно по ресторанам ходишь, порекомендую, где мне, куда пойти. Я порекомендовал ваш, он пришел, оставил там у вас несколько тысяч долларов, захотел банкет или свадьбу, там неважно что, как скоро вы мне позвоните и скажете благодарственные слова хотя бы, или подготовите для меня какой-то подарок. Как скоро это произойдет? И чаще всего клиент молчит, потому что он стесняется сказать, что никогда, потому что ему кажется, что у него этот процесс настроен, ему кажется, потому что ему кажется, что его персонал спрашивает, откуда вы пришли, но на самом деле у каждого на подкурочке сидит такой тараканчик по поводу того, чтобы не приставать к своим клиентам, а то им не понравится, они больше не придут. Откуда вы о нас узнали, а не хотите ли то, или все дополнительно, то есть люди стесняются спугнуть клиентов. И поэтому предпринимателям чаще всего кажется, что у них это происходит каким-то образом, на самом деле не происходит. И вот этот пример с рестораном, он дает немножко возможность отрезвить клиента и сказать, очнись, на самом деле у тебя это не происходит, у тебя нет системы. А она нужна? Да, окей. Нужна. Дальше. Можно еще помочь? Если она физичная личность, то она же не 100% как можно находиться в магазине. А хочешь ли ты каждые 24 часа сутка проверивать свой бизнес, когда тебя в магазине нет? Вы к нам связи со своими клиентами. Еще дополнительно, хорошим мыслям отсюда можно вытащить. Часто бывает так, что медийные личности не всегда платежеспособны. И они иногда требуют скидку какую-то просто потому, что у них большой уровень понтов. Или большое количество подписчиков Инстаграма, но покупатели, они так себе, потому что денег-то на самом деле нет. И здесь можно вопрос задать. Слушай, у тебя часто бывает такое, что приходят там всякие начинающие звездочки, выпендуются, там просят какую-то скидку, а они не заслужили. А как ты вытчисляешь людей, которые заслужили, которые говорят про твой бизнес сами вне Инстаграма? Как думаешь, сарапанное радио есть, а тебе что-нибудь говорят люди? Можно на этот разговор можно выйти из репостов. То есть если раскручен Инстаграм, скорее всего, есть какие-то репосты. А как ты думаешь, есть люди, которым нравятся, но они не репостят и просто кому-то говорят об этом? Отсюда выползли на сарапанное радио и отсюда уже на историю скидку. А ты хотел бы знать, кто и кому, как часто говорят, чтобы этих людей привезти, освежить их ощущения от твоего магазина, дать им какой-то подарок и отправить обратно в их окружение, потому что их окружение ценное. Может оказаться. И вот наша система позволяет оценить вообще, насколько ценное окружение у каждого из твоей звезды. Если у тебя звезда такая крутая, дай ей эту систему. Пусть она покажет, кого она может привезти. Про игру в том числе можно, про коровки, про монетки, про тоже собирать. Интересно людям? Хочешь получить конкурентное преимущество более интересное, чем скидки? Со скидками помните, нет? Историю. Чем отличается кэшбэк от скидки? С кошельком. Не помните? Кто знает, молчите, кто не знает, сейчас покажу, и все, на этом закончу. Спасибо тебе большое. Есть, да? Я никому не скажу, сколько просто есть. Но я посмотрю, можно? Мне это надо. Окей, все. Смотрите, это работает прямо на ура, проваливается, когда вы... Для чего это нужно? Для того, чтобы обесценить существующую дисконтную систему с пластиком. Как пластик сам мы обесцениваем. Понятно, да? Карточку не взял, забыл. Представьте себе ситуацию в Рамсторе, вы стоите, а у вас есть дисконтная карточка, и как вы отвечаете? Да, но дома. И в этот момент думаешь, какой же я дурак. Да неужели когда-нибудь это хоть раз сработало? Да никогда. Дома? И все. Ну окей. Потому что этому кассиру на кассе вообще наплевать, получите скидку или нет. Он просто так ее не сделает. Так, теперь смотрите. Скидка. Я прихожу к вам, и вы мне выставляете счет в 10 тысяч тенге. И допустим, вы мне даете, допустим, вы мне даете скидку 50%. Вы говорите, Вадим, слушай, ты у меня такой дорогой, драгоценный, ты ко мне ходишь очень давно, и вместо 10% дисконтной карты я тебе даю 50% скидку. И у меня прям счет, да? кладет на стол, пусть это будет ресторан или там чего угодно. Представляет счет, 10 тысяч, написано прям минус 50% и в итоге сколько я должен заплатить? 5. 5. Смотрите, что происходит. Я достаю 5 тысяч и кладу вам на стол. Где другие 5 тысяч? Нет. Я их почувствовал? Да. Нет. Кто сказал да? Нет. А вот, вы же вы? Вы же да. Я. Вы почувствовали? Я их даже не достал. Как вы их почувствовали? Смотрите, у меня здесь еще другие есть деньги. Эта пятерка, она осталась среди остальных денег. Как вы ее почувствовали? Мы почувствовали, на самом деле, знаете что? Что вот та услуга, которую мы привыкли покупать за 10 тысяч, на самом деле стоит 5. Потому что он же может себе позволить это сделать. Вот и все. То есть, на самом деле, вот эта вот еда или вот этот вот товар стоит теперь 5. И он-то думает, что он мне предоставил скидку в 50 процентов и думает, вот какой сейчас я молодец. И он, наверное, думает, что я запомню минус 50 процентов. А я-то запомнил, что этот товар стоит 5 вместо 10. Понятно? То есть, это так работает наше сознание. А вот если бы было вот таким образом, Вадим, с тебя десятка, хорошо, вот тебе десятка. И что делает, что делает предприниматель? Он говорит, смотри, Вадим, 50 процентов я беру себе, потому что мне надо оплатить услуги сотрудников и товар, а вот эти 5 тысяч ждут тебя здесь в магазине. Когда в следующий раз ты придешь ко мне, ты сможешь их потратить, покупая какую-то новую вещь. Понимаете, когда я 5 тысяч оставил в кошельке первый раз, не только я их не почувствовал, он их не почувствовал. Никто не почувствовал, товар стал дешевле. В чем прикол? Вам показалось, что вы нагнали трафик таким образом, может быть. Но мы-то говорим про то, что если вы используете скидки, вы можете нагонять трафик, и мы поймем, что на самом деле или у вас умирающий бизнес, или у вас завышенные цены, что вы вдруг подняли их и потом упустили. Но мы-то про систему лояльности, то есть по систему по работе с лояльными клиентами. Мне не надо давать скидку, чтобы я у вас покупал, я и так у вас покупал. Это на меня не влияет, но вы меня вовлекаете в более интересную игру и влияете на принятие моего решения, когда я буду выбирать между вами и другим тоже не менее классно. Или когда мне уже надоели ваши услуги, я хочу все в это нового, хочу попробовать. Вы оставляете якорек определенный, 5 тысяч у меня здесь лежит на депозите, и я думаю, куда-то пойти, а там у меня депозит. А для предпринимателя это воздух. он не настоящие деньги на депозите держит, он держит баллы, и если я не приду, эти баллы ничего не значат. Это никакие не обязательства, не кредитные, никакие. Но да, в случае, если я приду, я, не деньгами заберу это, я заберу это товаром или услугой, а в ней это есть себестоимость, то есть затраты предпринимателя будут гораздо ниже, чем 5 тысяч. Знаете, да? Понятно, о чем говорят? Вот. То есть когда мы это делаем, вот таким приемом я обесцениваю дисконтные карты. И все. Да, предприниматели думают, что они делают огромную скидку клиентам, а клиенты думают, что этот товар гораздо меньше, потому что все измеряется количеством денег вытащенных из кармана. А то, что у меня осталось в кошельке, я, может, даже и не знаю, сколько у меня денег в кошельке. Каждый сейчас знает, сколько денег в кошельке у него с точностью до тенге. Нет. Поэтому из стопки, допустим, вот пятерок вытащил одну, сколько осталось, ну, сколько-то там, ну, там, 30 тысяч было, там, осталось 35, ну, и 25, ну, как я считаю, правильно. В правильную сторону. А если было... все вышли, а вот что. И дальше погнали. Накопительную дисплантную карту тоже можно обесценить тем, что, например, окей, я перестал тратить у вас деньги и потратил свои баллы, как вы на меня повлияете дальше? Можешь сказать, окей, это неплохая система, она работает, но до тех пор, пока я продолжаю у вас обслуживаться. Если я перестал вас обслуживаться, что дальше происходит? Вы что мне, поставите смс-ку? Да. Наши баллы не сгорают. К сожалению, почему-то я часто слышу, например, мать, это ой, плохо. Потому что если вдруг у мужа и у жены в сумме накоплено 20 тысяч баллов, у одного 10 и у другого 10, человек-то закрывает один, то есть, или один десятку потратит, или второй десятку потратит, но они сразу... соответственно, вы уже влияете, вы имеете не только окружение мужа, а окружение мужа и жены. А они вместе только 2-3 часа в день, а все остальное время они отдельно. То есть, это как два разных человека. Пусть. Спасибо вам. Спасибо.